Было просто парочка свободных, незанятых дней, и почему бы и не сделать, если такое есть желание у людей что-то увидеть. А у меня есть время, чтобы, вот как раз у меня был чисто январь, чтобы реализовать идеи свои музыкальные. Мы сейчас с Артёмом, со звукорежиссёром, работаем сразу над двумя концертами одновременно. В Питере «Цветы зла», первая глава, будет прекрасная задумка, которую технически Артём помогает мне воплощать – квадрофоническое звучание. Это вместо двух колонок, двух портальных, будет четыре, четыре. Полное погружение, как в 5D кинотеатров, которые, знаете, существуют. Точнее, их ещё не существует, наверное. Или существует. Это будет интересно. Это ради погружения зрителя во всё, что музыка может нам подарить. А в Москве, в Москве будет настоящий рок-концерт. Настоящий мой рок-концерт. Первый в Москве. Это прекрасно. Это очень здорово. Есть репертуар, главное, что уже, да, он уже состоялся. Что-то я пою постоянно и представлю в новой интерпретации. И кучу всего, что я не пою и не должен петь. Но буду петь обязательно, потому что нет ничего святого. Конечно, конечно, мы с Тёмой, что мы молодые, мы можем себе позволить. Будет несколько аранжировок произведений, которые вас удивят. Поэтому приходите обязательно. Будут самые-самые-самые драйвовые, кочёвые произведения, потому что портер стоячий. Портер стоячий, поэтому надо или танцевать, или в баре сидеть. Да, правильно? Что ещё? 28-го января «Цветы зла» в Санкт-Петербурге уже билетов нет. Их разобрали за полтора часа, по-моему, и я благодарю за такой ажиотаж. Ну, конечно, места немного, но тем не менее, значит, интересно, приятно. А 1-го февраля в Вундербаре я отдам концерт с программы «Экспериментатор». Билеты ещё есть. Хочется сказать спасибо за, конечно, такое вдохновение работать, что есть тебе ради кого, действительно. Работа идёт. А теперь звукорежиссёр проекта расскажет, как ему нравится со мной работать. Приходите. Будет очень драйвово. «Экспериментатор» «Экспериментатор»